Добрый день, уважаемые телезрители! У нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий Рустам Вафин. Поговорим мы сегодня о COVID-19, коронавирусе, знаменитом эпидемии которого бушуют сейчас в мире и медленно, но верно подбирается и к нашим родным местам. В гостях у нас сегодня доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Павел Валерьевич Зеленихин. Здравствуйте. Павел Валерьевич, я хочу вас спросить, вы себя в эти дни чувствуете именинником? Я имею в виду с точки зрения внимания как со стороны СМИ, так со стороны администрации университета, так со стороны, возможно, государственных структур. Со стороны СМИ, конечно, чувствуем больше внимания. Очень многое интересуется сейчас, потому что тема горячая, отчасти даже, я бы сказал, жареная. И ее стараются по разным способам рассматривать, представлять, потому что люди очень интересуются. Но если говорить о внимании со стороны государства и университета, тут, конечно, такого большого особого внимания нет. Мы работаем, как все, удаленно, удаленно ведем занятия, соблюдаем самоизоляцию и нарушаем ее для вот таких вот коротких мероприятий. Понятно. А с чем это связано? По идее, ведь вы должны быть в числе экспертов на совещаниях, мероприятиях, которые подготовительных проходят, в том числе во властных структурах. Ну, я думаю, что там больше внимания уделяется людям, для которых борьба с эпидемиями является непосредственными профессиональными обязанностями. Эпидемиологи, вирусологи, может быть. Мы же работаем в университете и можем лишь в самых общих чертах только помочь. Какие-то научные, может быть, оценки сделать тем или иным событиям, тем или иным данным. Но вряд ли больше. За последние сутки в России зафиксировано 3,5 тысячи новых заражений. Это много или мало? И о чем говорят для вас? Что говорят эти цифры? Ну, мы видим, что заражения, во-первых, по нашей стране распределены неравномерно. Большая часть заражений наблюдается в Москве. В порте, как там, Семи морей, как раньше говорили там. То есть, той точки, куда сходились пути зараженных со всего мира. По всей же стране количество зараженных не такое большое, в том числе и в Татарстане. И тут, по большому счету, наша страна пока не отличается ничем особенным от того пути, который прошли другие, по количеству именно зараженных, по которому прошли другие страны, в которых первая, скажем так, вспышка началась раньше. Вот от этих стран мы отличаемся не сильно. Вот другой вопрос о том, какое количество у нас зараженных будет на пике заболевания. Сейчас вот существует множество моделей, которые пытаются рассчитать в зависимости от того, какие данными мы обладаем к сегодняшнему дню, как будет развиваться эпидемия в России и также во всем мире. И большинство этих моделей предсказывает, что пик количества зараженных в день у нас будет где-то к первому мая. Вот тогда мы увидим максимальное количество зараженных в день. И потом... Максимальное, это сколько оценивается примерно? Ну, модели это оценивают достаточно большим разбросом, но приблизительно, если брать некую среднюю температуру по больнице, среднюю данную из всех моделей, которые мне показались, то это примерно 10 тысяч, может быть, больше человек в день. То есть это примерно в три раза больше, чем сейчас? Вот если 3,5 тысячи у нас за один день вчерашний, за сутки последние, точнее, то, соответственно, через две недели у нас будет 10? Да, где-то в три раза больше, чем сейчас. Но это такая средняя модель, там есть и более оптимистичные, и менее оптимистичные сценарии. Тут уж я не знаю, как он пойдет, потому что очень много факторов накладывается. И те люди, которые будут выявлены в виде зараженных на пике, они заражаются вот прямо вот сейчас, вот в эти моменты. Может быть, несколько ближайших дней эти факты произойдут, потому что инкубационный период вируса как раз составляет там 10-14 дней. Вчерашний метрогейт, как уже прозвали в Москве, когда были введены пропускная система, на входе в метро образовались колоссальные пробки из людей, которые не соблюдали ни социальной дистанции, многие были беззащитных масок. Это поспособствует тому, что модель будет менее оптимистична? Ну, любые увеличения контактов, количество контактов еще не болеющего лица с потенциальными зараженными, увеличивает, конечно, итоговое число. Но я не знаю, насколько непосредственно это влечение произойдет, и мы уже, честно говоря, никогда не узнаем, потому что контрольной группы, группы без метрогейт и другой Москвы у нас нет. Вот Москва, это агломерация с подмосковью, это примерно 25 миллионов человек. Ну, это на относительно небольшой площади колоссальный такой муравейник, да? Остальная страна, опять же, относительно разряженная. То есть у нас большие пространства, какие-то есть агломерации, но вот Москва это такой центр, центр, центр. Именно поэтому в Москве и... Может так случиться, что Москва полыхнет в таком испано-итальянском варианте, да, уханьском, а нас пронесет? Ну, во-первых, я думаю, что Москва, как в испано-итальянском варианте, не полыхнет, хотя бы по той причине, что она лучше готова, чем Италия, чем Испания. Не могу поручиться на 100%, но встречал такую информацию, что в одной только Москве количество аппаратов ИВЛ, например, на момент начала эпидемии было такое же, как во всей Италии. Вот, и поэтому, по крайней мере, к тяжелым сценариям мы готовы лучше. Но насколько тяжелый сценарий будет реализовываться, и будет ли он вообще, тут, к сожалению, пока сложно говорить. Вот, насколько мы готовы. Такой информацией не владею, к сожалению. Ваша лаборатория, ваша кафедра, ваша кафедра, она занималась разработкой лекарств против коронавирусов, лекарственных препаратов и каких-то механизмов. И насколько эти разработки применимы сейчас к нынешнему нашему гостю? Это ведь не первая эпидемия. Первая эпидемия, вызванная коронавирусом в таком глобальном масштабе, более-менее. Это была эпидемия типичной пневмонии 2002 года. В дальнейшем коронавирус вызвал вспышку вот этого ближневосточного респираторного синдрома. Все это были коронавирусы, и поэтому, в принципе, было бы достаточно ненаивно и вполне себе обоснованно предполагать, что в каком-то будущем, мы не знали тогда еще в каком, другой какой-то коронавирус тоже сможет перейти от своего естественного природного хозяина к человеку и вызвать новую инфекцию. И поэтому наше внимание уже достаточно давно было обращено на какие-то возможные препараты, которые могли бы подавлять репликацию, то есть удвоение молекул нуклеиновой кислоты, РНК в данном случае, вирусов. Да, и на нашей кафедре разрабатывался препарат на основе ферментов РНК, с которой как раз эту самую РНК ищепят. И вот в 2016 году мы совместно с нашими коллегами из Института вирусологии города Гиссона продемонстрировали то, что вот та РНК, за которой в нашей кафедре была найдена, и предположены против вирусных действий, действует и против вируса ближневосточного респираторного синдрома МЕРС, и в том числе против одного из человеческих коронавирусов. То есть у нас тоже свои собственные коронавирусы есть, их всего 4 штуки, они вызывают в основном у нас простуду сезонную. И вот против одного из человеческих коронавирусов и против коронавируса МЕРС наша РНК тоже работала, но это правда было лишь на моделях. До клинических испытаний дело тогда не дошло, это все-таки дело достаточно затратное, дорогое, и на тот момент не было такой возможности. Когда я говорю о внимании, которое сейчас испытывает в себе наука, и в частности именно наука микробиология, я имею в виду в том числе и ресурсы, которые выделяются на эту науку, на это направление, на поиск лекарств в связи с этой эпидемией, пандемией. Вы чувствуете, что пошел денежный поток, что называется? Нет, пока никакого потока денежного мы не чувствуем. Но, возможно, эта эпидемия вызовет больше интерес в обществе, к микробиологии, к вирусологии, и мы почувствуем, что к нам пошли более мотивированные, более качественные такие в интеллектуальном плане студенты. И таким образом университет в целом, институт получит больше финансирования государством, все-таки больше образовательная организация, чем научная. Хотя наукой мы тоже активно занимаемся. Вот когда вы говорили про ГИСС и совместную работу, хорошо, мы поняли, что пока финансирование в том объеме, который позволил бы проводить клинические испытания, какие-то серьезные разработки, которые могли бы выйти на мировой рынок, то есть в качестве готовых препаратов в университете нет ни ресурсов, ни сил, а немцы на основе тех разработок, которые в свое время вы проводили с ними совместно, пытаются что-то делать? У них же какие-то есть, побольше ресурсов? Ну, на тот момент неизвестно было, когда наступит новая коронавирусная эпидемия, наступит ли она вообще, это же была просто вероятность некая, Мы предполагаем, что так может быть. И, насколько я знаю, на основе РНК с каких-то именно против коронавирусов препаратов так и не создано до сих пор. Но против некоторых вирусных инфекций есть рибноклязные препараты, например, РНК заиспользуется для лечения инфекции, вызванной вирусным клещевым энцефалитом. Это тоже РНК-содержащий вирус, и РНК помогает бороться больным с этой инфекцией. То есть вы не знаете, сейчас, условно говоря, гестинские ученые там бросили все, подняли старые материалы, и в лабораториях колют животных, уже переходят. Так вы не знаете, там такая ситуация или нет? Ну, скорее всего, нет, потому что все-таки путь от ноу-хау до конкретного препарата, он достаточно длинный, и для того, чтобы препарат выпустить на рынок, надо потратить, ну, серьезные средства и достаточно большое количество времени, там, год-два. И тут пока особо во всем мире внимание, в первую очередь, обращено на те препараты, действующие на систему метаболизма РНК, которые уже сейчас существуют и используются для нарушения такого метаболизма для других РНК-содержащих вирусов, например, там, гепатита С или для ВИЧ. Вот, эти препараты уже показали свою эффективность против других РНК-содержащих вирусов, и вполне, скажем так, будет правильно предполагать, что и против коронавируса они тоже будут эффективны. Ну, плюс они, известно, все их побочки известны. Да, естественно, побочные эффекты их уже все известны, сертификаты безопасности все получены, протоколы приема при других вирусных инфекциях тоже уже известны, есть от чего отталкиваться. В этих условиях это наиболее, мне кажется, конечно, все-таки оправданный вариант развития событий, чем вкладывать деньги в то, что еще может, ну, не выгорит, что возможно, эффективно, но до конца еще неизвестно. А насколько эффективны эти препараты против гепатитов, против малярийных препаратов, кстати, и против ВИЧ-вые препараты? Вот вы отслеживаете эту ситуацию? Ну, на сегодняшний день, на самом деле, очень разную информацию можно найти. Дело в том, что окончательно говорить о том, насколько тот или иной препарат эффективен, мы можем после того, как пройдут полномасштабные клинические испытания. Да, все как положено по правилам, там, двойные, слепые, рандомизированные, плацебо-контролируемые и так далее. Только тогда мы сможем сказать, да, действительно, препарат эффективен. Все те громкие заявления, которые пока вот мы сейчас можем видеть в научной, там, околонаучной прессе, это пока не результаты клинических испытаний, и на 100% им доверять нельзя. Именно поэтому сейчас во всех странах и под патронажем ВОЗ, и без такого патронажа начаты именно полноценные клинические испытания препаратов, которые, возможно, будут эффективны против коронавирусных инфекций. И вот по результатам этих испытаний можно будет сказать. Но, как и любое клиническое испытание, они занимают достаточно долгое время. И вот уже опубликован график, когда будут, скажем так, представлены результаты тех или иных начатых клинических испытаний. И вот по большому счету первые более-менее серьезные результаты мы увидим не раньше августа-сентября. То есть это полгода? Полгода, да. Но это не значит, что людей в этот момент не будут лечить. Их будут лечить, проводят разные варианты, разные сочетания препаратов. Но только лишь по окончанию вот этого всего процесса и по результатам статистического анализа можно будет сказать, что да, препарат подействовал или не подействовал. Не получится ли так, что оптимистический прогноз полгода, да, средний прогноз год до получения вакцины, что к тому моменту, когда вакцину мы получим, человечество уже переболеет, COVID-19, погибнет, она соберет жатую свою в виде смертей, а выжившие получат антитела, получат иммунитет, популяция, вид наш человеческий. И вакцина, которая будет изобретена через год, пройдя все клинические испытания, все стадии испытаний, которая действительно будет эффективна против COVID-19, к моменту, когда она будет пущена в валовое производство, уже не понадобится. Будет уже не нужна. Есть такой риск? Вот лично мое мнение, я не претендую на исключительность знаний, но лично мое мнение такое, что данный коронавирус станет пятым по счету коронавирусом человека, присоединиться, да, поскольку он уже по всему земному шаву распространился, и люди постепенно начинают там массово им переболевать, то мы с этим коронавирусом уже никогда не простимся, как это, например, произошло с атипичной пневмонией 2002 года, так называемый SARS-CoV-1. Он у вас есть, этот SARS? Он исчез, все, его больше нет. Может быть, где-то в вирусологических лабораториях он хранится, как на всякий случай для того, чтобы к нему иметь возможность сделать вакцину в будущем. Но, в принципе, так же, как и натуральные оспы, этого вируса больше не существует. Но может случиться, что COVID-19 тоже исчезнет, как исчез в предыдущей атипичной пневмонии? Если он будет малоизменчив, например, вирус гриппа мы знаем очень сильно изменчивый вирус. Именно поэтому каждый год там появляется 2-3 новых штамма, которым в популяции нет эффективного иммунитета. Вот если вирус, как COVID, будет сильно изменчив, то он, как и грипп, будет перетестировать в популяции. А он из того, что сейчас какие данные собираются? По той информации, еще не окончательной, которая сейчас существует, данный вирус малоизменчив, недостаточно изменчив по сравнению с вирусом гриппа, чтобы сказать, что вот все, это будет новый грипп навсегда. То есть и шанс, что он исчезнет, тоже есть? Скорее всего, все-таки он не исчезнет. Но это пока мое мнение. Он тоже постепенно мутирует. Это нормальная ситуация, когда появляются новые варианты вируса. То есть на сегодняшний день публикуется постоянно, обновляется информация о том, какие варианты вируса найдены. И вот, по-моему, их сейчас уже более 50 разных штаммов от этого вируса COVID существует. Но это исключительно из-за того, что мы внимание на это очень сильно обращаем. Если порыться среди вирусов гриппа, мы там полторы тысячи разных штаммов легко найдем в любой стране. То есть я правильно понимаю, что если появится эффективная вакцина через год, даже если масштаб эпидемии уйдет на нет, или она останется таким фоновым режимом, и будет проведена вакцинация по COVID-19, то при его нынешней мутационной способности достаточно невысокой, он может исчезнуть из нашей жизни вообще. Постепенно мы его сможем вывести, элиминировать из популяции. И это еще ведь непонятно, насколько стойк иммунитет, который к COVID-19 возникает. Если про вирус гриппа мы знаем, про другие вирусы, с которыми мы давно столкнулись, знаем, то вот этот вирус новый, да, если иммунитет будет эффективным и стойким, то постепенно просто вирус окажется в ситуации, когда больной уже не сможет заразить никого, потому что все, которые этого больного окружают, уже имеют к нему стойкий, допустим, пожизненный иммунитет. Тогда, да, этот вирус исчезнет, элиминируется через какое-то время. Пока вирус окружает лица, которые не имеют к нему иммунитета, а сейчас как раз такая ситуация, у нас в популяции нет иммунитета, ни кросс-иммунитета с другими штаммами, к сожалению, нет никакого другого. Вот он распространяется экспоненциально. Потом, когда в окружении больного человека будет постоянно нарастать доля иммунных, то он постепенно будет меньше распространяться. При нынешней ситуации с коронавирусом переболеют все? При его агрессивности нынешней? Ну, тоже сложно говорить. Или можно уберечься от него и остаться в руководстве? Я могу только такие умозрительные. Сейчас на самом деле этого никто не знает. Но если смотреть в данные эпидемиологии, сравнивать с другими инфекциями, то для того, чтобы эпидемию остановить, достаточно, чтобы примерно треть популяции имела иммунитет. Да, треть популяции плюс определенного уровня меры обсервации, карантина, позволяет с любой вспышкой эпидемии. То есть, если 2 миллиарда людей на Земле переболеют ковидом, в легкой форме, в любой форме, то и выживут. И, соответственно, пандемия больше не повторится. При условии, что иммунитет будет более-менее стойким. А вы знаете, вот такой момент. Считается, что ковид косит возрастных людей и собирает жатву именно с людей старше 65 лет. Но при этом частенько появляется информация, что какой-то спортсмен, особенно в Италии, в Испании, пловец. Казалось бы, замечательные легкие, прокаченные должны быть. Что такое пловец? Ему там 30 лет уходит. Буквально недавно в Москве умер 36-летний физик-ядерщик. А почему молодых он тоже забирает? И второй момент. Возможно, это опять же статопогрешность, которая просто как вспышка такая, и раз в СМИ появилась. Буквально сегодня 106-летняя британка... Китайская бабушка 110 лет, или там 103 лет выздоравливала тоже. Да, и причем очень часто люди обращают внимание, что эти возрастные за 100 лет, это те, кто переболел испанкой, пускай в детстве даже, еще тем гриппом. Может, они из-за этого... Настолько, скорее всего, сильно это все не связано. Но действительно хочу сказать, что на сегодняшний день накопились данные по структуре смертности в зависимости от возраста, от возрастной группы заболевших. И данные как раз однозначно показывают, что пожилые люди в возрасте больше 65 лет, они имеют наибольший риск развития серьезных осложнений по сравнению с другими возрастными группами. Я не говорю, что другие не болеют. Болеют все. От маленьких детей до 100-летних стариков. Но именно риск развития осложнений максимален у пожилых заболевших. И если говорить о том, какая группа имеет максимальный риск, это лица старше 65 лет. То есть это совершенно точно, 100%. У них именно риск осложнений больше. А вот скажите, как ученый, как человек, который понимает, как устроены вирусы, я в данном случае выступаю как дилетант, самый, скажем так, видоизменчивый и такой неуловимый, наверное, из известных, это грипп, да? А почему нельзя найти какой-то механизм, лекарство, которое бы выключало просто этот вирус? Раз. И вне зависимости от его постоянных мутаций, которые внешних, они же на этой липидной пленке, я так понимаю, мутируются и изменяются, потому что организм перестает его видеть, иммунная система. Но это связано не только с тем, что организм перестает его видеть. Дело в том, что вирус нацелен на определенные клетки, и нам себя бы в первую очередь необходимо было изменить, для того, чтобы вирус нас не мог поразить. Вирус присоединяется к определенным молекулам на поверхности нашей клетки, к рецепторам. Эти рецепторы, они нам нужны не для того, чтобы вирус в себя заставить проникнуть в наши клетки. Эти рецепторы нужны нам для выполнения наших собственных физиологических функций. И вирус просто использует вот эту калитку, которая предназначена совершенно для другого, для того, чтобы в клетку проникнуть. Вот если при помощи генетической инженерии изменить структуру этих рецепторов так, чтобы они свою функцию продолжали выполнять, но при этом уже как ключ к замку не подходили к вирусным белкам, то тогда вирус уже в такие клетки проникнуть не сможет. Вот известный пример с вирусом ВИЧ, когда существует мутация рецептора, которая не позволяет вирусу ВИЧ проникнуть в клетку. И такие люди, у которых этот мутированный рецептор существует, они просто к инфекции ВИЧ совершенно нечувствительны. Если мы сможем заниматься такими генными изменениями, немножко футуром, покажем будущее, что человек с редактированным геном, он будет не восприимчивым ни к ВИЧу, ни к гриппу. Ну, мы можем сделать, такие люди уже были, как пытались, сделаны. Ну вот, китайского товарища посадили в тюрьму за такие эксперименты, когда он пытался генетически модифицировать эмбрионы человека, для того, чтобы родившиеся дети были невосприимчивы к ВИЧ-инфекции. Дети родились, автор открытия сел в тюрьму. Но они реально не способны заразиться ВИЧ? Если все пошло так, ну, никто, конечно, проверять не будет, специально их заражать, но если генетическое редактирование на уровне нескольких клеток, пока еще эмбрион был, такой визнительный клеток, прошло по плану, то они не смогут заразиться вирусом ВИЧ. А у них не будет там, ну, две головы, три головы? Нет, это же мутация была не придумана этим человеком и взята с потолка, он просто изменил структуру вот этого самого рецептора сходным образом с теми людьми, которые уже обнаружены в естественной популяции, которые к вирусу ВИЧ были нечувствительны. Он просто заменил родной, условно говоря, рецептор на другой рецептор, такой же по функции, но не такой же по структуре. И вирус к ВИЧ к этому рецептору уже не может прикрепиться. А есть ли люди в человеческой популяции, которые невосприимчивы к ковид-19? Вот вначале была такая информация, то есть сначала эта информация меня на самом деле очень обнадежила, что вот, мол, китайцы обнаружили, что часть популяции чисто по генетическим причинам невосприимчивы к вирусу ВИЧ. Но вот... Ковид, наверное. Да, пардон, ковид, безусловно. Но вот сейчас не подтвердилось, к сожалению, но это не значит, что последствия этого не будет обнаружено. По гену этого рецептора, которому ковид-19 прикрепляется в наших легких, тоже есть аллелизм. Этот рецептор существует в нескольких вариантах. И когда мы накопим статистику, когда мы больных будем тестировать на то, какой конкретно аллель вот этого рецептора они несут, то тогда мы реально сможем сказать. Если, ну, представим, ближайшее будущее... Или, может быть, тяжесть заболевания зависит от аллеля гена, который кодирует этот рецептор, которым у ковид прикрепляется. Пока еще сложно сказать. Если найдутся такие люди, у которых вот есть ген, который позволяет или вообще не заболевать ковидом-19, или приносить его в легкой форме, можно ли на основании их физиологических особенностей, изымая их часть биологического материала, я не знаю, редактировать не у эмбрионов, а у взрослых людей, чтобы как вариант такой... Я понимаю. Но, к сожалению, это чрезвычайно маловероятно, что такая технология будет создана, потому что нужно будет редактировать все клетки взрослого организма. Огромное количество. Гораздо проще и эффективнее внести правку в геном, когда клетка одна-единственная. То есть яйцеклетку, по сути, да? Ну, яйцеклетку, да, по сути. Вот тогда это просто делается так вот. И когда у нас клеток миллиарды, надеяться на то, что мы отредактируем все до одной, и это не просто ведь это делать, надо сделать это в каждой клетке точно, правильно и эффективно. Ну, вероятность такого успеха, она пока... А в Казани подобными экспериментами, ну, понятно, не на живых людях, уже занимаются? Редактированием геномов клеток, животных? Да, конечно, это, в принципе, золотой стандарт современной молекулярной биологии. Делаются такие клетки. То есть вы там уже собачек, там, свинюшек? Нет, мы же говорим про клетки, мы не говорим про целые организмы. Ну, на уровне, если яйцеклетка собачки, яйцеклетка свинюшки это сделает? Ну, принципиально такое можно сделать. А так это запрещено законом. То есть эмбрионы нельзя выращивать больше, чем до определенного срока. Потом надо уничтожать. И вот ситуация с COVID-19 и последствиями, в том числе и экономическими, порожденными этой пандемией. Может ли случиться, что она снимет те барьеры правовые, там, для исследований, для того, чтобы технологии внедрять уже в практику? Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Ну, я, честно говоря, жду. Я вообще считаю совершенно вредительскими и искусственными меры по сдерживанию, например, успехов генетической инженерии, которые существуют сейчас в России. То есть мы реально можем в этой области мировыми лидерами стать. Мы говорили про вакцину. Но вакцина – это такой инструмент, который нужен не для больных людей, а для здоровых. То есть человек, который получит вакцину, который, возможно, появится в лучшем случае через полгода, а в худшем – через два года. Про COVID-19 может, когда уже потребность у нее не возникнет. Но есть люди, которые болеют сейчас или заболеют в течение двух недель, да, ближайших. Заболеют в течение месяца ближайшего, потому что пик эпидемии в России прогнозируется май. Как будет на самом деле еще ничего неизвестно. Для этих больных, даже если будет вакцина, для этих зараженных уже людей, и даже при наличии вакцины, вот она сегодня готова, громадное количество везена в страну, в каждой поликлинике есть, это уже не поможет. Правильно я понимаю? Она им не нужна. Да. Но им нужны лекарства. И сейчас, я не назову это спекуляциями, это, наверное, не спекуляция, а действительно называют несколько лекарств, которые действительно используют при лечении COVID-19 для, в первую очередь, тяжелых больных уже, для средней тяжести больных. Лекарства, связанные с лечением ВИЧ, с лечением, возможно, гепатитов, лечением лихорадок. И вот последнее из тех лекарств, которые я вот и слышал, и Ремдосевир, который разводится там буквально по несколько, я не знаю, там таблетки, уколы, ну, видимо, упаковок, да, на страну, там, в Чехию, в Германию, там, пять упаковок распределяются в такой форме. Они, по-моему, это канадская фирма, могу ошибаться на память, но вот они производят лекарства и буквально по несколько упаковок на каждую страну раскидывают. И там чуть ли не в лотерею, вот в Чехии какой-то таксист достался ему в лотерею в тяжелом состоянии, говорит, оклемался после использования препарата. Что Вы скажете по поводу этих лекарств? Насколько их использование эффективно? Как их механизм работает? Ну, у разных лекарств, конечно, свои собственные механизмы. Если брать тот же самый Ремдосевир, то препарат этот является ингибитором фермента, который на основе вирусной нуклеиновой кислоты синтезирует копии этой самой нуклеиновой кислоты. И фактически, если этот фермент заингибировать, то вирус, который внутрь наших клеток попал, он в этих клетках уже не сможет размножаться. Ну и, соответственно, у организма появится время, чтобы такую пораженную вирусом клетку обнаружить и ее вместе с вирусом уничтожить. Изначально Ремдосевир разрабатывался и начал использоваться для лечения геморрагических лихорадок тяжелых. Ну, это лихорадка ласа или лихорадка, вызванная вирусом Эбола. И рынок этого препарата был невелик. И, соответственно, производственные мощности, где он делался, тоже были, видимо, не такими обширными. И поскольку вирус, вызывающий инфекцию COVID-19, это тоже РНК-содержащий вирус, как и вирус геморрагических лихорадок разнообразных, то существует резонное основание предполагать, что он будет проявлять свою активность и эффективно позволять и развитие коронавирусов в клетках зараженных людей. Ну и, по всей вероятности, это будет так. То есть, скорее всего, это так и есть. Но пока, на самом деле, пока клинические испытания не закончены, мы до конца совершенно точно в этом во всем уверенности, уверенными быть не можем. Потому что все-таки пока еще клинические испытания этого препарата по отношению к COVID-19 проводятся, и они не закончатся раньше конца лета. Но так или иначе, этот препарат начал распространяться, но из-за того, что просто физически мало, вот, видимо, такая ситуация. А насколько сложно развернуть производство такого препарата в больших количествах во многих странах? Ну, я, к сожалению, не могу сказать. То есть, я формулы не знаю, скорее всего, это какой-то ноу-хау. То есть, это новый препарат на самом деле? Ну, вот, когда вся история Себбла началась, он впервые... Вот, примерно, 10 лет назад. ...10 лет назад появился. И, скорее всего, он еще находится под защитой патентного права. Вот, так что просто вот так вот взять и своровать формулу, что называется, и начать производить в огромных количествах, скорее всего, не получится. Вот, точной информации по этому, по этой теме я, честно говоря, не владею. Вот, могу сказать зато про противомалерийные препараты. Вот, препараты из группы хлорохинов, которые сейчас тоже проходят клинические испытания, и одновременно применяются для облегчения течения заболеваний у больных COVID-19. Тут с ними тоже не все так просто, потому что эти препараты были известны уже достаточно давно и применяются для лечения малярии, ну, уже больше точно 50 лет. И никто-то особо никогда не замечал у этих препаратов выраженной противовирусной активности. Тут, может быть, два, на самом деле, а может быть, и больше вариантов развития событий. Либо мы действительно не замечали, и тогда мы видим, на самом деле, становление нового класса противовирусных препаратов, либо есть какая-то ошибка в результатах тех предварительных исследований, которые были сделаны по эффективности хлорохинов по отношению к COVID-19. То есть их колют от безнадежности, хоть надо что-то колоть в надежде? Ну, хоть что-то, совершенно верно. Сейчас уже вон противоглистные препараты начали пытаться колоть. То есть это такой вот рандомный поиск, просто хватает все, что есть, колют и смотрят? Ну, как разных субстанций, может быть, инвитро не в инвива, на живых животных или на человеке обнаружены эффекты. А есть эффекты, обнаруженные инвитро в пробирке, которые дают возможность предполагать у него ту или иную активность. И вот сейчас, да, хватаются за все, пытаясь найти, может быть, какой-то эффективный препарат для тех, которые уже известны, а не делать что-то новое. А эти глистовые препараты, ну, я просто, я, конечно, не микробиолог, я не понимаю, не фармаколог. Как они могут зацепиться за этот вирус? Ну, я, честно говоря, тоже не знаю. Но уже несколько публикаций на тему противоглистных препаратов в терапии COVID я встречал. Но это и не научные были публикации, а просто некие заметки, что вот начали испытывать. Как там и чего, сложно сказать. То же самое, кстати, сложно сказать и по механизму действия хлорохинов. Потому что, честно говоря, до конца даже не знают, как и на малярийной плазмодии-то они действуют, против которого они одобрены, как средство, против которого неэффективны. Там до конца не расшифрован механизм действия. А уж механизм противовирусного действия пока еще, ну, совершенно непонятен. Ага. То есть это такая эмпирика некая. Дали? Помогло. Ну, значит, продолжаем давать. А явилось это улучшение состояния результатом того, что дали, или просто так само произошло по какой-то другой причине, непонятно. То есть, условно говоря, можно таким же способом орбидолом кормить, кому-то помогло. Ну, после того, это не значит следствие того, это такое правило. То есть тут пока вот к хлорохинам я бы с такой достаточно сильной осторожностью относился, потому что непонятно, как они действуют. А противовирусные препараты, которые сейчас уже существуют, для вас как бы более надежными являются? Тоже не могу сказать. На самом деле, против вирусов нет какой-то специальной противовирусной терапии. Человечество против в целом, да, если говорить о вирусных инфекциях в целом, не придумало за все время существования ничего лучше питьевого, постельного режима. Да, для ВИЧ сильно помогает. Ну, да, я понимаю. Ну, я имею в виду для ВИРЗ или каких-то кишечных вирусных инфекций. Питьевой, постельный режим и через неделю пройдет. Если не наступят какие-то осложнения. Вот осложнения, они лечатся в зависимости уже от того, какие конкретные осложнения возникают. Да, на сердце, соответственно, один образом лечатся, на что-то другое другим образом лечатся. А вот, условно говоря, ремдосевир станет, ну, предположение, да, такой футурм небольшой, стал универсальным эффективным средством борьбы с ковидом. Вот у нас есть больные, которые лежат или уже с ИВЛ, или пред в этом состоянии, им колят. Что происходит? Они встают и уходят? Ну, прямо сразу они не встанут. Дело в том, что дыхательная недостаточность, она не на пустом месте возникает. Она возникает из-за того, что размножение вируса в тканях альвеол вызвало разрушение отдельных клеток альвеол. И, собственно говоря, межклеточная жидкость, которая с другой стороны альвеолы существует, она проникла в легкие и не дает, собственно говоря, туда воздуху проникать. Таким больным необходимо будет находиться на ИВЛ до тех пор, пока не восстановится нормальная функциональность их легких. И препаратам в данном случае поможет лишь для того, чтобы уменьшить вирусные поражения, чтобы новые клетки не разрушались. Те, которые уже разрушены, этот препарат не вылечит. А реально восстановление этих легких клеток? Там говорят, что фиброз есть, фиброз – это же обертвление уже. Не обертвление, а просто замещение с другими типами клеток, клетками с изнутой тканью. Такие клетки уже не могут выполнять функцию многообмена. Но да, в очишках воспаления, которое непосредственно следует за гибелью клеток, фиброзные возникновения, они неизбежны. Но тут вопрос стоит, сколько легких изменится таким образом. Если большая часть альвеолярной ткани заменится на соединительную, то, конечно, такие легкие будут меньше эффективны. И такой человек всю жизнь потом отдыхать недостаточности будет страдать. Я не знаю, насколько тут можно термин инвалидность применить, но да, отдыхательная недостаточность у него будет наблюдаться. И может быть, какую-то группу инвалидности такому человеку дадут. Для обывателя сейчас идет, если он смотрит интернет, читает газеты, смотрит телевидение, для него идет такой вал информации, очень, как правило, непроверенной, очень легкой форме подачи, ужастики, и не только ужастики, связанные с COVID-19. В научном мире информация поценивается немножко по-другому. Там есть такая штука, как научные журналы. Можно ли сказать, что вы наверняка отслеживаете ситуацию с COVID-19 именно с точки зрения... Да, безусловно, но как профессиональный интерес. Там же есть тысячи лабораторий, которые занимаются этой темой. Есть ли определенный интернационал мировой, когда люди очень активно обменяются информацией для того, чтобы разработать вакцину, разработать методику лечения? Во-первых, участвует ли вы в этом процессе в качестве одной из небольших структур? Ну вот у нас на кафедре есть группа, которая занимается вирусами, и вот о них я уже о том, что эта группа сделала, я уже немножечко рассказывал. Что касается научного интернационала, то, безусловно, современная наука, она не сколько национальная, сколько интернациональная, безусловно. Мы стараемся держать контакт с коллегами из разных стран, делать какие-то научные открытия совместно. Это позволяет более рационально и эффективно расходовать ресурсы, которых всегда недостаточно. Зачем переоткрывать велосипед, который уже кто-то другой открыл? Но так или иначе, всегда существует такой элемент конкуренции, и сейчас можно наблюдать резко возросшее количество припринтов, посвященных вирусологическим разным проблемам. Но припринт — это не отредактированный, не отрецензированный вариант статьи, который еще не опубликован, но ее выставляют на всеобщее обозрение для того, чтобы застолбить приоритет своей научной группы, если потом оказывается, что припринт актуален и адекватен по тем данным, которые в нем представлены. Потом, конечно, когда статья эта пройдет, рецензирование, рецензенты могут отметить какие-то ошибки, может быть, и грубые, которые в припринте есть, и тогда припринт отзывают, он не публикуется и как бы не считается, что он являлся статьей. Но вот сейчас как раз именно по теме COVID-19 просто лавинообразно возросло количество припринтов, то есть научные группы со всего мира публикуют какие-то свои предварительные результаты исследований в виде припринтов, чтобы застолбить приоритет, что вот, да, вот, наша группа сделала это открытие. То есть это флаг поткнуть, да, в случае потом флажок убрать? Да, если в случае чего не подтвердилось, флажок убирают. Тихонечко. А вот, вы как специалист, вот из этого вала статей, что вас заинтересовало из, может быть, последних, что вам было особенно интересно из того, что вот из этих припринтов? Ну вот как раз вот результат одного из припринтов я уже представил. Это вот связь ожирения с риском осложнений при инфекции COVID-19. Это тоже припринт, тоже еще не 100% достоверная информация, но очень такая, скажем так, информация, которая имеет серьезные подтверждения. Там, конечно, рецензентам придется поработать, но я думаю, что, скорее всего, эта информация так и останется, как правда. Проверенная. Проверенная. А еще что-нибудь? Что еще можно сказать? Вот тоже информация, но это, правда, уже, наверное, недельные данности, давности информация. Из университета города Бонна в Германии исследователи первой партии тестов на антитела COVID, КСАРСКОВ-2 проверили не людей, которые поступают или там болеют, переболели, а просто коврово прошлись по одному из городков немецких недалеко от Кёльна и проверили там тысячу случайных человек. Просто взяли тысячу человек совершенно случайным образом. И оказалось, что среди этих тысяч человек, среди которых непосредственно фенотипически, то есть внешне больных не было, 2% в данный момент бессимптомно болели COVID-19. Что это означает? Ну, то, что количество людей, охваченных этой инфекцией, значительно шире, чем выявляется сейчас. Но это может быть конкретно вот в этой земле, да, северной Рейн-Вестфале. Там это в Германии самое проблемное, одна из самых проблемных регионов по COVID. Да, может быть, только там, не во всем мире, но так или иначе. Даже там оказалось, что инфекция охватила гораздо большие слои населения, чем считалось до этого. И это означает, что та смертность, та летальность вируса, которая рассчитывается на основании выявленных клинических случаев, да, она на самом деле завышена. То есть, де-факто еще меньше. Де-факто летальность меньше, да. Если последствия, скажем так, это же надо повторить в других землях, в других местах, то есть это исследование тоже было опубликовано в виде припринта, это только некий кейс, один случай, определенная выборка из одного места, да. Но если это подтвердится и по исследованию в других городах Германии, в других странах, может быть, в России у нас тоже сейчас антительные тесты начали производить, и такое исследование обязательно будет произведено, может оказаться, что летальность значительно ниже, чем вот рассчитывается сейчас по анализу людей, которые либо болеют симптомами, либо контактировали с болеющими, поэтому их проверили. Сейчас же не всех подряд проверяют. А вы знаете, у меня такой вопрос. В ноябре-декабре прошлого года, под занавесом 2019 года, в России была, это прослеживалось по СМИ, прям регионами была вспышка пневмонии. Ну, пневмонии не обязательно ковид-19 вызывается. Я понимаю, но там были тяжелые пневмонии, которые тяжело диагностировались, которые не диагностировались прослушиванием, не диагностировались рентгеном. То есть через... Так не бывает. В ковид-19 диагностировался КТ, а не рентгеном. Ну... Не пропускают. Ну, я понимаю, что там в поздних стадиях, может быть, но на ранних стадиях он не сразу ловился. Возможно, квалификация врачей уже упала. Я знаю... Нет, я понял этот вопрос. Может быть, так, что... Ковид-19 был тогда. Да, уже гулял здесь. Ну, это, честно говоря, маловероятно. То есть это маловероятно. Скорее всего, это были вирусные пневмонии, другой теологии. Другие вирусы их вызывали. Вирус гриппа прекрасно вызывает пневмонии. Я тоже с этой информацией встречался. И, например, там параллельно вспышки вирусных пневмоний наблюдалось во всех возрастных группах. То есть у детей, у людей среднего возраста, у пожилых. А у ковид структура пневмонии другая. У детей, хотя они болеют практически никогда, в начале первые два месяца вообще не было ни одного случая смерти в группе детей до двух лет. Ой, до девяти лет. Вообще ни одного случая смерти. А у пожилых вероятность пневмонии и, соответственно, смерти значительно выше, чем у детей. А вот там вспышка не имела такого разброса по возрастным группам. Там все было ровненько. У детей тяжелая пневмония, в среднем возрасте у пожилых все было примерно одинаково. Сейчас мы видим, что именно в старшей возрастной группе количество смертности на фоне коронавирусной инфекции повышается. То есть робкую надежду о том, что мы уже получили иммунитет, ну, большое количество людей, россиян, и сейчас встретим COVID-19 легче, чем остальной мир, вы развеете. Я бы не то, что хотел ее прям разведить, но я отнесся бы к этой надежде со скепсисом. А можно ее проверить? Можно ее проверить? Да, пожалуйста, антительные тесты, массово случайная выборка. Сколько это будет стоить? В Казанском университете можно организовать такую? Ну, я не могу сказать, сколько это будет стоить. Ну, я думаю, что этот будет стоить считанные миллионы рублей. То есть, но эти данные уже могут, как Кельнский университет, выстрелить в мире, как Боннский университет, выстрелить уже как информации? Да, эти антительные тесты, я уверен, уже начаты. То есть, их уже начали делать, скорее всего. Ну, такой информации я еще не встречал. Но не Казанский университет этим занимается. Ну, опять же, я тоже не могу на 100% знать. Может быть, и Казанский университет, но точно не кафедры микробиологии. Жаль, жаль. Ну, что ж, спасибо большое за интересный разговор. Пожалуйста. Я надеюсь, что мы еще встретимся в этой студии по более оптимистичным поводам. Хотя, если эпидемия затянется, то мы поговорим и встретимся еще и по этой теме снова. Если каких-либо проблем приглашайте. Да, да, да. И я хочу напомнить, у нас сегодня в гостях был Павел Валерьевич Зеленихин, доцент кафедры микробиологии Казанского федерального университета Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Я ведущий Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова